Добрый день! В эфире Вести Ульяновского региона. С вами в студии Антон Никитин. Смотрите в этом выпуске. Единственная запись в трудовой книжке. История жизни и почти полвека на родном заводе. Дорогу молодым. Ульяновский поддержат развивающиеся фермерские хозяйства. Камера, мотор. Несколько ульяносов станут героями нового сериала. Одна запись в трудовой и почти 50 лет на оборонном заводе. Здесь она встретила любовь и провела без малого половину жизни. В свои 90 она, как и прежде, улыбается и рассказывает родным новые истории. Наш корреспондент продолжит. На патронный завод она пришла. Едва ей исполнилось 16. Токарь по профессии. В ее трудовой за всю жизнь была только одна запись. 45 лет на одном предприятии. Личный рекорд. Здесь прошли и военные, и мирные годы. Вот мой станок сюда лицом. Его станок вот сюда лицом. Мы зад в зад вот так вот стояли. С супругом она познакомилась, можно сказать, у собственного станка. Среди небольшого количества сохранившихся фотографий, снимок, где они оба в кругу, десятка коллег по тому самому цеху. Сначала просто друзьями были, а потом стали вместе. Весь дом сегодня в цветах. Свои 90 она уже по традиции отмечает в кругу семьи. Четыре поколения за большим столом и свободного места здесь не найти. Живи же долго, ты родная. Как минимум до сотни лет. И пусть глаза твои сияют, несут всем теплый добрый свет. Спасибо. Игорь Котов, Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. Социальную инфраструктуру в селом. В рамках рабочего визита в Майенский район губернатор Сергей Морозов уделял особое внимание социальной сфере. Глава региона провел личный прием граждан. Проконтролировал ход строительства дома для работников бюджетной и социальной сферы, а также принял участие в открытии офиса врача общей практики. Майенский район продолжает активно развиваться, но проблемы все же остались. Где-то нет дорог, где-то освещение. Чтобы узнать, что волнует граждан больше всего, губернатор Сергей Морозов провел личный прием в Майенской администрации. Например, Таисия Ивановна из села Тагая уже несколько лет обещает провести газовое отопление, но только обещает. Губернатор заверил – газ будет. Газ будет точно, поэтому мы с вами уже до конца месяца еще раз встретимся. После личного приема губернатор проверил ход строительства дома для работников бюджетной и социальной сферы. В настоящее время завершается возведение первого этажа. В здании уже приобретено 12 квартир для детей-сирот на 11 миллионов рублей. Планируется, что жилье сдадут до конца февраля следующего года. 24-й комнаты. 18-й комнатной, 30-й комнатной. И 6-й, и 2-й комнатной. Следующей остановкой губернатора было село Старые Маклауши. Там открылся офис врача общей практики. Ольга Макарова, участковый врач офиса, приехала в Ульяновскую область из Украины с мужем и дочкой. Губернатор вручил им ключи от квартиры. Мы очень рады. Мы не ожидали, что так получится. Мы рады, потому что мы 3 месяца назад практически все потеряли, что у нас было нажито. И нам очень не верится, что мы вернули все, что у нас было. Ольга уже ведет прием в новом офисе, говорит, что обращаются жители часто. Новое медучреждение будет бесплатно обслуживать в шаговой доступности более полутора тысяч человек, проживающих в близлежащих селах. В офис врача регулярно намерены приезжать и узкие специалисты Майинской ЦРБ. В отремонтированном здании бывшей амбулатории также открыты стоматологический кабинет и оптичный пункт. Сегодня, где мы сейчас находимся, можно сказать о том, что такого даже, наверное, не то, что в сельской местности, наверное, и в районе не везде такое учреждение сделали. Еще совсем недавно в Маклаушах открыли новый спортзал, где есть тренажеры, теннисные столы и баскетбольная площадка. Но на этом Майинский район останавливаться не собирается. Игорь Котов, Любовь Вимичева, Александр Абрамов. Вести. Майинский район. О других интересных событиях в нашем регионе кратко расскажут мои коллеги в новостном блице. Сегодня в Ульяновске пройдет очередной единый день приема граждан. С 14 до 18 часов в администрации Ленинского района Ульяновска граждане смогут задать свои вопросы заместителям главы администрации Ульяновска. Главе администрации Ленинского района, а также руководителям отраслевых подразделений администрации города. Представители бизнеса смогут получить необходимую консультацию у специалистов комитета по поддержке предпринимательства потребительского рынка и защите прав потребителей. Найти решение своих проблем, а также внести предложение по совершенствованию делового климата на территории города. Обращаем ваше внимание на то, что личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении паспорта. Подробную информацию можно уточнить в администрации района по телефону 27 45 46 и в общественной приемной Ульяновска, набрав 73 75 80. Завтра, 15 ноября, пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. С 7 до 13 часов расширенная торговля продуктами питания развернется в Заволжском районе на проспекте Ульяновский. Горожане смогут приобрести по сниженным ценам продукцию сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также владельцев личных подсобных хозяйств и фермеров Ульяновска и Ульяновской области. По традиции, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями смогут воспользоваться услугой социального такси для бесплатной доставки продуктов, а также помощью волонтеров. На этот раз праздник осенней торговли будет посвящен тыкве. В регионе продлили сроки оформления субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг. Среди недели ульяновцев принимают до последнего посетителя. Кроме того, организован прием населения и в выходной день – субботу, 15 ноября с 8 утра до 17 часов. В разных районах Ульяновска открылись дополнительные пункты приема. В Засвенежском районе по адресу – улица Хошемина, 13А. В Железнодорожном районе по адресу – улица Варейкиса, 15. В Заволжском районе по адресу – улица Врача Михайлова, 32. Работают телефоны горячих линий. Проконсультироваться и получить более подробную информацию можно по следующим адресам и телефонам. Ленинский район – 27, 40, 27, 42, 07, 51. Железнодорожный район – 35, 92, 28, 35, 91, 57. Засвияжский район – 48, 61, 17, 48, 61, 07. И Заволжский район – 22, 04, 92. Поиграть в шляпу, используя провести время, предлагают организаторы социального проекта «Быстрые свидания». Сначала участники знакомятся между собой. Молодые люди подсаживаются к девушкам. На то, чтобы узнать друг друга, парам отводятся пять минут. Затем парни пересаживаются. Во время общения участники заполняют анкеты, которые затем сдают организаторам. Если симпатия у девушки и парня совпадает, им высылают контакты друг друга. Затем желающие также парами остаются на игру «Шляпа», где нужно объяснить оппоненту незнакомые слова так, чтобы он угадал. За два года существования клуба перезнакомились больше тысячи человек. Более сотни завязали отношения, а восемь пар – их уже узаконили. Следующий вечер знакомств состоится 16 ноября в 17.00. Возраст участников от 25 до 35 лет. Записаться на свидание можно на сайте www.fastdating73.ru или по телефону 8 95 10 98 83 30. Проверили бомбы убежища и систему оповещения. Специалисты регионального управления Министерства чрезвычайных ситуаций обследовали защитные сооружения гражданской обороны. Всего в области около 200 действующих бомбоубежищ. На сегодняшний день сотрудники МЧС проверили 17. Причем лишь три из них соответствуют нормативам. В остальных специалистов выявили в общей сложности около 60 нарушений. Причем зачастую на оценку экспертов может повлиять даже обычный уплотнитель входной двери. Казалось бы мелочь, но несодержание этой резинки в надлежащем состоянии, то есть она твердая, уже нарушается герметичность. И даже если все защитное сооружение будет содержаться в идеальном состоянии, то есть такой мелочи, она просто не будет готова к приему укрываемых. По результатам этих проверок было составлено два протокола в отношении должностных лиц и два в отношении юридических. Все эти материалы направляются в суд, рассматриваются. Чаще всего судьи принимают решение о привлечении к административной ответственности в виде штрафа. Кроме того, сотрудники МЧС напоминают, если вы слышите сигнал сирены, необходимо включить телевизор телеканала «Россия-1» или настроить радиоприемник на частоту «Радио России» 71 МГц. Исследуйте дальнейшим указаниям. Поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм – то, без чего трудно было бы добиться комплексного развития сельских территорий. Поэтому в региональном правительстве этому направлению работы уделяется особое внимание. Семья Варнаковых приехала в село Илшанка Теренгульского района в ноябре 92-го года. Привыкшие к труду, они сразу же обзавелись скотиной. За годы подворье существенно выросло и стало основным источником дохода. Всё это проходило на глазах, да и не без участия сына главы семейства Андрея. Закончив университет, он решил сам создать крестьянско-фермерское хозяйство. Родители только поддержали эту идею. Он подсчитал доход, подсчитал расход. И выгодно стало. Закончил институт экономический. Поэтому он сам посчитал, сказал, попытка выгодна. Давай займёмся. Он сказал, давай. Если сейчас перебьём ему охоту, значит, никто заниматься не будет. А в деревне надо чем-то заниматься. И мы сделали правильный выбор, поддержав группу. Мне так кажется. Как начинающий фермер Андрей обратился в региональный минсельхоз и, пройдя конкурс, получил грант. На эти деньги Варнаковы построили небольшой коровник и докупили скот. Как экономист, молодой аграрий уже посчитал, когда получит прибыль, что будет делать с молоком и мясом. И самое главное, поставил перед собой определённую цель. В планах, в принципе, огромное хозяйство хочу сделать ещё. Тут пока, ну пока вот начнём вот с этого, с малого, а потом перейдём уже где раньше совхоз были, там будем здание строить. Если всё будет получаться, если, как министр сказал, что нам через три года на нас посмотрят, если у нас всё получать, то нам можно будет гранты больше получать. Поля парочку надо будет купить, чтобы все заготавливали. Так, технику надо покупать. Семья Георгия Осаяна занимается сельским хозяйством уже не первый год. На самой настоящей семейной ферме содержится около 400 голов крупного рогатого скота и столько же овец. Все заработанные деньги вкладывают в развитие хозяйства. Даже собственный дом пока не успели построить. Поэтому грант на развитие фермы оказался как нельзя кстати. Приобрели КАМАЗ, сельхозник для заготовки кормов. У нас была самая большая проблема, потому что нанимали всё время. Приобрели трактор для раздачи кормов. Трактор с куном убирается территорию. То, что нам, как говорится, самое необходимое было, это техника. Теперь фермер планирует увеличить дойное стадо. Обе программы действуют в регионе уже не первый год. И, как считают специалисты, свой вклад в развитие сельского хозяйства Ульяновской области вносят. За три года, 12, 13, 14 год, по первой программе начинающие фермеры гранты получили 110 человек. По второй программе получили 15 человек. Размер гранты мы считаем достаточно солидный. По программе начинающие фермеры полтора миллиона рублей. По второй программе от трёх до пяти миллионов. Вполне возможно, что уже в следующем году размер грантов будет увеличен. По крайней мере, эту возможность обсуждают на уровне федерального центра. В борьбе за искусство курсанты авиационного училища решили поменять штурвал на лопату. Группа студентов вызвалась помочь Ульяновскому музею современного искусства, в котором сейчас идёт крупномасштабный ремонт. Свободное от учёбы время молодые люди проводят на строительной площадке. Как они сами заявляют, работают в музее исключительно добровольцы. Тем более, что курсанты УВАУГА не раз посещали заведение. Кто-то, возможно, ходил, когда все приехали сюда 1 сентября, знакомились с городом. Я лично не был, но обязательно собираюсь ходить на открытие выставки, посмотреть, собственно говоря, к чему привёл. В том числе и наш труд тоже. Было бы приятно. Напомню, музей находится на ремонте с декабря прошлого года. После завершения всех работ он получит статус официального представительства Государственного музея имени Пушкина. С 25 декабря мы закрылись на ремонт. То есть это была последняя такая крупная, очень интересная выставка. И я знаю, что ребята были на этой выставке и с удовольствием слушали экскурсии, и интересовались творчеством Роквилла Кента. И я думаю, что их интересует, может быть, и современное искусство. 20 век и современное искусство. И, наверное, вот такое отношение, ну, дорогого стоит. Полотна музея, напомним, не раз выставлялись в странах Южной Америки, Австралии и почти во всех странах Европы. В Ульняновске снимут сериал. Организаторы проекта «Эффектима» задумали выпустить многосерийный фильм о любви и спорте. Съёмки начнутся в декабре. По задумке в каждой серии будут бои и спецэффекты. «Оссуждая со сценаристами сам проект, мы пришли к выводу, что некоторые сцены невозможно снять камерой. Это такие, как, к примеру, работа нейронов в мозгу человека или разрушение здания». Некоторые сцены режиссёр намерены снимать в павильоне. С помощью хромакея и компьютерной графики авторы сериала воссоздадут то, что невозможно будет снять на местности. Сериал будет изобиловать бойцовскими сценами. Для этого в сериал приглашают профессиональных спортсменов. Приглашаем молодых, амбициозных ребят, девушек на видеопробы, на кастинг в наш проект. Ну, а также спортсменов профессиональных. Нам нужна ещё героиня и главный герой. Кастинг пройдёт завтра, 15 ноября, в 10 часов, по адресу город Ульяновск, проезд Невтянников, 12, остановка Мебель-Сити. На этом у нас все новости. С вами в студии был Антон Никитин. Далее информация о погоде. Сейчас в Ульяновске плюс 1 градус. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 76%. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова